Всем привет! Давайте сегодня с вами поговорим о бюджетных шинах. Расскажу какие есть. В принципе в ценовой категории до 2500. Возьмем средний размер 185-65-15. Итак, первая шина представитель Нижнекамского завода V-AT. Сразу скажу, эта шина довольно жесткая. Боковина крепкая, но немного шумная. Комфортом она не может похвастаться, а вот надежностью при боковых ударах это есть. Протектор у данных шина симметричный, то есть можно ставить на любую сторону автомобиля. Главное это правильно собрать на диск. Отвод воды у данных шин хороший, три канавки для отведения, и есть боковые зацепы. Ну, в принципе за свои деньги резина довольно хорошая. В некоторых магазинах на эти шины еще предоставляется бесплатный шиномонтаж. Так что это тоже нужно учитывать. Вторые шины это Кардиан. Речь пойдет о новой модели, которая вышла в 2019 году. Это Комфорт второй. Шина имеет тоже симметричный вид протектора. Протектор очень похож на шину Континенталь, премиум контакт пятый. Вообще, сама шина довольно тихая, комфортная. Боковины у них мягкие. В основном шина хорошо подходит для трассы и города, но в грязь все-таки на ней не стоит лезть. Отвод воды у данных шин хороший, три канавки. По воде плыть не будет. Третья шина, это тот же Кардиан, но модель уже Roadrunner. Шина имеет направленный рисунок протектора. Ну, немного шумно из-за этого. По воде отлично пойдет, за счет опять же своего рисунка. По грязи, легкому бездорожью смело пройдет. Борта у шины идут пожестче, но не как на Виате. Шина вообще хорошо подойдет для города и тех, кто живет за городом. Опять же скажу за свою стоимость, вариант хороший. Четвертый вариант, это Tiger. Сербская резина. Возможно, вы ее уже слышали, как название шины Carmaran. Шина, это очень мягенькая, комфортная. Имеет широкие канавки для водоотвода. Немного шумная. Также имеет асимметричный вид протектора. Подойдет для города. На трассе будет немного шумновато. Покрышки этой примерно хватит 1000 на 60 из-за бюджетного состава резины. Ну и последняя шина, это Nankang. Китайская резина. Китайцы, кстати, хорошо делают. Если сравнить модели, то они, в принципе, все по 70 дБ. Шкаф падает под 90. Ну, а вообще, шина имеет направленный рисунок протектора, но из-за мягкого состава резины шина особо не шумит. По воде шина будет чувствовать себя уверенно, отводя воду из пятна контакта. Борта у шины очень мягкие. Ну, а вообще, хотел бы сказать вам, что шины из бюджетного класса не всегда лучше премиальных, ведь на дороге бывают разные ситуации, и исход зависит от множества деталей. Поэтому выбирайте шины правильно и соблюдайте правила дорожного движения. Ну и не забывайте подписываться и ставить лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok